здравствуй страна утро самый большой памятник ленину чтобы понять его величину это надо рядом человека но человека рядом нет вот только кто-то рыбачит там или что-то делает представляете какой монумент огромнейший просто мы заходим волгу друзья заходим в волгу на корабле рыбаки вот я там вижу сегодня у нас по расписанию в 4 часа вечера будет город углич я должен зайти в озончик я кстати на углич все это заказывал там что-то там было там суп какой-то в пакетиках так на всякий случай дорожный еще некоторые вещи так что 4 часа вечера ну или дня по-другому но дело в том что это весь день будем на корабле во сколько рыбаков кошмар весь день будем на корабле поэтому я буду монтировать видео еще буду выкладывать то когда я садился на корабль вот на берегу сидят рыбаки и солнце встречное ну я тут короче отражаюсь а кстати озеркалят конкретно стекла невозможно увидеть что-то либо только поздним ночью когда уже там слабый свет это так еле-еле это по вопросу что зеркальные стекла но это самый шикарный вид потому что он на обе стороны хочешь сюда смотри хочешь туда смотри просто великолепные виды хочешь вверх смотри что невозможно на палубах естественно там люди ходят перед окнами или садятся перед окнами здесь конечно вообще шикарный вид вот можно подойти к краю снимать туда воду красиво конечно волга рыбалка наконец-то мы вышли из канала но я уже позавтракал и вот проплываем видать гравий делают завод такой а потом его грузит на баржи и уже отвозит по адресам идем до углича вот тоже оригинальная пристань на воде общага так сказать для рабочих наверное да ну и рыбаки одиночные попадаются и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, мы туда ездили в путешествие, еще на Александре Некрасовом Да, и вот эта тарелка, мы видели, как ее поднимали, опускали Ну а церковь, она вот она С воды мы, конечно, ее ни разу не видели Музыка 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 Продолжение следует... 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 Ну ладно, я пойду в Углич, в город. Моя каюта. Самая большая каюта на этом корабле. Друзья, вот так. Эта улица, когда я шел, здесь она была вся такая сломанная. Но тут кусок асфальта, ну, плитки нет. Но все-таки отремонтировали. Поставили новые щиты на окна. Это уже прогресс. В общем, Углич, город небольшой. Заметил здесь подмену GPS. Конкретно, валило куда-то в 50 кинтров отсюда. Причем на всех телефонах и планшетах, какие только возможно. То есть не знаю, с чем это связано. Вот магазин «Пятерочка» здесь есть. Зайду. Субтитры сделал DimaTorzok страна здравствуй мы сегодня будем скоро подходить к ярославлю но и сегодня 2 сентября и мы подплываем точнее уже черте города ярославль скоро пристанем от на ту пристань вот она кораблю и я уже пойду в город да город ярославль один из любимых ною городов кстати это вот мы пристаем кораблю будем проходить через него корабль тихий дом вот такой корабль сейчас пришвар ту емся ну все и пойдем так мы проходим через корабль тихий дом чтобы склянуть сразу внутреннюю отделку корабля тут у них конечно это вестибюль шикарнее да тут лифт присутствует все мы выходим сюда на пристань ну вот ну здравствуй город ярославль я посещаю тебя уже третий раз первый раз я посещал этот город на корабле александр некрасов вот александр некрасов второй раз я посещал этот город когда мы сюда приехали на на такси из города мышкин где мы высадились корабль нас не дает соловков до ярославль и хотя должен был сюда подойти поэтому он изменил маршрут и мы были вынуждены как бы это высадится и приехать сюда ну а третий раз вот я сейчас приехал сюда уже непосредственно и даже мы в то прошлый раз жили ярославль и да то есть мне пришлось даже два дня видеть этот город полностью целиком и ночью и днем и понравились некоторые объекты вообще понравился этот город а сейчас сейчас я уже ну во первых этот год выдался очень теплым и надо полагать что я даже вот сейчас иду в шортах ну жарко и сегодня будет тут 28 градусов тепла то есть повезло в том что мы как будто вот находимся сейчас с вами друзья летом здесь как лето продолжается хотя 2 сентября здесь как лето город ярославль мне нравится скажу честно вот это уже третий но сейчас время 8 утра примерно и в два часа дня мы уже отплываем поэтому мне надо успеть зайти в те объекты которые я хотел бы попасть это сырный магазин показать вам сырный магазин я не знаю прошлый раз я снимал достаточно ли много там но в этот раз покажу и еще кое-куда вот эти старинные улочки но это такое просто здание попалась старинные улочки ярославля конечно да симпатичным я знаете нравится здесь дорожки всегда до ровные провалов нет то есть даже вот элементарном социальном плане самокатная линия здесь очень хорошо развита и ты спокойно может что-то ехать на самокате то есть все бордюры все сделано в принципе для того чтобы ты спокойно мог ехать где-то то есть это цивилизация ярославль это цивилизация даже на каких-то незнакомых улочках таких малозначащих все равно очень приятно и погода такая соответствующая сегодня теплая безветренная видите все вот эти бордюры они подпилены здесь чтобы легко можно было коляску катить и для инвалидов и на самокатах и все такое прочее хорошо сделано так и так магазин сырная биржа я вот только что был секунды хэнди это мой любимый магазин признаюсь большущие здесь вообще капитально отдам целый этаж там куча но этот магазин сырная биржа мы сюда зайдем он уже открылся десять часов час так здесь у нас всякие разные competence сыр так я хочу попробовать сырeker с плю身ю конкретно пармезан там видите цены до цены пармезана вот сыры с плеснью дорублю тут я вижу тоже блю вот это сыр хороший вот сейчас сыров здесь куча всяких чего только тут нету король сыр всех городов мантуров воскресенский костромской черта я сейчас просил говорят что сыры швейцарские всякие разные такие фото стоп я сижу в уличном кафе сейчас покажу кто называется старик ким калач Друзья мои, это сеть Я вот был в Саранске Старики Хинкалыча И сейчас здесь, но она еще не открылась Здесь 45, а в 11 откроется, 15 минут подожду И покушаем Хинкалыча Я покушаю Хинкалыча Долму Это все-таки здорово, что когда существуют сетевые такие вещи Значит, качество такое же должно быть продукции Все, отобедал я В этом Хинкалыче Долма Чахаубили из курицы И вот сейчас Иду, сейчас зайду еще Тут магазинчик какой-нибудь надыбать Один нужно Так, и потом на Карапаре, наверное Потому что скоро уже 2 часа будет Надо будет не опоздать Ну, оживает эта улица только вечером Когда народ здесь идет Это как пеший Арбат И здесь играет и музыка, и кафе Все очень цивильно Много всяких разных магазинов, вкусностей Это ярославский, можно сказать, Арбат Я не знаю Я не знаю Ухоженные дорожки Вот, смотрите, город Саранск Очень чисто Но при этом Какие-то бывают Разбитые тротуары Где-то Вот Нет, да Что-то не доделано Здесь же Бывают Чуть-чуть мусоринки Лежат Без это Без этого не бывает Но Зато здесь Все Ну, широкие тротуары Такие тоже Ну, и цивилизация, конечно Ярославль, на чем речь? Тихий Дон стоит А за ним должен стоять Наш теплоход Илья Муромец Но Уехал Чтобы не занимать стоянку Не платить за это Вот И в связи с этим На теплоход сейчас Сесть пока невозможно Это значит Либо этот сейчас отойдет От причала Либо Потом он пристанет Он где-то сейчас стоит На бесплатной стоянке Где-нибудь на дрейфе И подъедет Потом сяду Да, но зато Пока я тут сидел Я выяснил Почему корабль наш Находится вот там Ну, это, знаете Своего рода Как бы жопство Некоторое Потому что Может быть Экономия Вот Тихий Дон Стоит Полностью здесь До восьми вечера Он приехал раньше И стоит полностью То есть люди гуляют Приходят сюда Обедают Потом снова Выходят гулять Вот тут другой класс Другой Другой маршрут До Нижнего Новгорода А наш засранец Убежал туда Потому что стоянка В Ярославле Например Стоит для судов На причале 45 рублей Погоны метр Ну, учитывая Что у него там 150 метров Допустим Да, длина То Тогда ему это Обойдется В 30 тысяч рублей Примерно И вот Он За три часа И он Здесь находится Пять часов То есть Он приехал Выгрузился Заплатил За час Уехал туда На якорь Потом Он Приедет Загрузится За час И Сэкономит Три часа Стоянки То есть 30 тысяч рублей Он сэкономит Ну, там Может быть Они По-своему Там решают Эти коммерческие дела Но в итоге Страдают Туристы Потому что Туристы Кто пришел раньше Ни скамеек Здесь нифига нету Сидят На чем попало Вот На бордюровом Камне Вот так вот Сидят Понимаете Здесь это не обустроено И ждут Когда придет Наш теплоход Конечно Мое предположение Все-таки Но в любом случае Уходит он Со стоянки Именно по причине Того Чтобы не платить За стоянку Ну Есть еще одно Предположение Вот Там Возможно Может происходить Заправка топливом Он ушел туда И заправщик К нему подоплыл Но в любом случае Здесь есть Экономия средств Конечно же Но Вот Как-то так Доказательство К тому Этот же заправщик Сейчас подошел К этому кораблю Тихит он И заправляет Прямо на стоянке То есть У нашего корабля Тоже была такая возможность Но он решил Просто Грюс экономить В то же время В то же время Сейчас люди сидят И ждут Нашего теплохода И Но Тут конечно Нет в этом отношении Здесь скамейка Вообще Вот как все-таки Сделано все Не думаю Это о людях Хоть честно вам говорю Люди приходят С экскурсии Приезжают И вынуждены Здесь вот так Вот как вот Тетушка села Вон там На бордюрный камень Как-нибудь Вот это большой И жирный минус Играет музыка Такая За бортом Поднимаюсь Я говорит Плыву Вы мне мешаете Плыть вообще Сейчас я кораблю Поплыву И что-нибудь Съем Съем Что-нибудь У корабля Может Что бросит Ну друзья И в заключении Ролика Я хотел бы Вам сказать Что вот Алла Сергеева Меня спрашивает На бусте Вот здесь Комментарии За что Вы любите Речные Вот эти Туристические Теплоходы Так вот Продолжу Здесь В каюте Потому что Там Мотор Этот Работает И все Такое Прочее Значит И здесь Что хорошо Что ты посещаешь Разные города Но при этом Не садишься Где-то на вокзале Не несешь туда Багаж В этот поезд Приезжаешь в город Сходишь с багажа Идешь в гостиницу Здесь сразу все Гостиница Питание И путешествие По городам За это я люблю Речные маршруты Алла Так друзья Ну напоследок Я обещал вам Показать Что на сырной бирже Мы купили Значит Я купил для себя Вот такой сыр С плесенью Голубой плесенью Это швейцарский сыр Друзья Плесень Сыр с голубой плесенью Так Ну да 100 грамм 200 грамм Здесь вышло Вот такой вот сыр Вот такая плесень Как-то раз В Москве пробовали Ну и теперь Вот что купили Друзья Я тоже сейчас Покажу вам Дель Трюфель Вот такой сыр Уже запечатки Вот такой сыр Друзья Кострома 200 грамм Вот его состав Если что Ставьте На паузу Вот Вот такой сыр Ле Труфель Сыр Бурмакинский Рулет с зеленью Так Если что Вдруг Хотите попробовать Когда-нибудь Если что-то Наткнетесь То вот состав И хранение Сыр Нера Необычный сыр Такой Верде Нера Эка Вот Что здесь у нас написано Спасибо за покупку И вот его состав И сам сыр Нера Запечатки Такой вот Интересный сыр Тоже по ходу дела Может быть с плесенью Сыр Даниловский Запечатки Вакуумной С базиликом И томатами Вот такой вот сыр Вот Если что Прочитаете Сыр Костромской Кремль Вот Костромской Кремль Сыр Твердый Такая вот У него Корочка Сыр Костромской Кремль Состав На паузу Поставите И все И еще сыр Бурмакинский Рулет с чесноком Если там рулет с зеленью был То это рулет с чесноком Сыр Даниловский С грибами Тоже вакуумные упаковки Сроки хранения У него Вот такие Вот Годин До 11 Да Вот такой вакуумной упаковки С грибами Даниловский И сыр Пармезан Пармезан Элитный сыр Вот такой вот Великолепный сыр Ну прям Праздник сыра Называется Ролик Изготовитель Все Вот такие вот Друзья Сыры Коллекция сыров От сырной биржи Друзья Ну я сейчас буду распаковывать Этот сыр Все Пока друзья Пока 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 Субтитры 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 Субтитры